любите шопинг возвращайте часть денег за покупки в интернете с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании всем привет в декабре 2016 года московский байкер алексей соколов получил реальный срок в четыре месяца тюрьмы за продажу брелока со встроенной камерой когда-то он купил его на алиэкспресс чтобы использовать в качестве видеорегистратора на мотоцикле неприятная ситуация правда сегодня я вам покажу список товаров которые лучше не заказывать даже с очень большой скидкой чтобы случайно не оказаться фигурантом уголовного или административного дела кстати в конце ролика будет конкурс на 500 рублей для подписчиков моего канала хочешь выиграть денежку тогда подпишись и смотри видео до конца абибас и версаси на вещи с надписями типа абибас пупа версаси и на прочие явные поделки известных брендов лучше даже не смотреть согласно всемирной почтовой конвенции пересылка контрафакта строго запрещена если на таможне обнаружат что ваша вещь имеется оригинальное сходство до степени смешения ее скорее всего просто отправят обратно но могут и возбудить административные дела по статье 16.3 кого не соблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию евразийского экономического союза или в рф и тогда вам придется заплатить от 1000 до двух с половиной рублей штрафа формально ваши действия также попадают и под статью 14.10 коап незаконное использование средств индивидуализации товаров которая грозит штрафом в 5-10 тысяч рублей однако на практике ее применяют только в отношении коммерческих партий товаров так что если вы заказали одну футболку они 100 скорее всего отделайтесь более мелким штрафом но здесь есть нюанс если вещь внешне по фасону или модели схожа с вещью известного бренда но не имеет его символики то ничего противозаконного в ее покупке нет не сертифицированные на российском рынке гаджеты в этот пункт попадают всевозможные популярные в китае новинки которые еще не продаются в россии или даже и не планируется здесь продаваться чаще всего покупатели не дожидаются посылок со смартфонами потому что таможня тут же отправляет их обратно так было например с автором интернет-обзоров устройств на android евгением еруткиным в 2014 году он заказал из германии в ульяновскую область motorola moto g который еще не сертифицировали на российском рынке и он так его и не получил посылку вернули в германию а в отношении молодого человека возбудили административное дело по статье 16.3 co up тем кто хочет повторить судьбу евгения следует приготовиться заплатить штраф в размере от 1000 до двух с половиной тысяч рублей шпионские ручки под запрет попадают устройства для негласного получения информации собственно те самые шпионские ручки а также очки со встроенной видеокамерой флешки с микрофоном брелоки с камерой карандаши с диктофоном и прочие предметы оснащенные микрофоном диктофоном камерой или gps проблемы своему хозяину могут доставить даже умные часы хиты китайских интернет-магазинов если у вас найдут предмет позволяющий тайно прослушивать или записывать кого-то на видео в лучшем случае вам грозит 200 тысяч рублей штрафа в ухудшем четыре года колонии статья 138.1 ук р.ф. незаконный оборот специальных технических средств предназначенных для негласного получения информации набора юного шпиона стоит не так дорого а вот проблем может доставить массу мечи и удочки откажитесь от идеи заказывать на алиэкспресс оружие мечи сабли лук и даже электрошокер лучше покупать в пределах российской федерации исключение составляют кухонные или сувенирные ножи которые не входят в категорию холодного оружия основные части оружия и боеприпасы патроны или стрелы например тоже лучше не заказывать то же самое касается орудий добычи животных ресурсов электроудочек рыболовных сетей с диаметром нитей менее 0 5 миллиметра и размерами ячеи менее 100 миллиметров и так далее страсть к китайскому оружию может обойтись покупателю в тысячу или две с половиной тысячи рублей так случилось например с жителей тверской области который заказал другу в подарок полутора метровый меч катану и попал под все ту же статью 16.3 club однако последствия могут быть и гораздо серьезнее покупая оружие и боеприпасы вы рискуете получить обвинение по статье 222 укрф незаконные приобретения передача сбыт хранения перевозка или ношение оружия его основных частей боеприпасов минимальное наказание здесь ограничение свободы на три года максимальные четыре года колонии со штрафом 80 тысяч рублей химикаты ядовитые и психотропные вещества с наркотиками спайсами и курительными смесями все очевидно нельзя и . но есть такие вещества которые на первый взгляд не должны числиться в списке запрещенных но они там есть и попытка купить их может обернуться уголовным делом яркий пример история молодого ученого дмитрия лопатина который заказал в китае литр гамма-бутерлоктона который нужен был ему для изготовления опытных образцов печатаемых солнечных батарей но препарат оказался в списке психотропных веществ так что молодому человеку грозил реальный срок чтобы не рисковать свободой перед заказом препаратов убедитесь что их нет в списке химикатов ядовитых и психотропных веществ конкретно на алиэкспресс психотропные вещества найти сложно но на других более специализированных сайтах они находятся легко фейерверк и лак для ногтей категория легковоспременяющихся и взрывчатых веществ включает себя огромное множество товаров фейерверки бенгальские огни спички бензин керосин лак для ногтей духи дезодорант в аэрозольной упаковке зажигалка и прочее что можно не дорого купить в китайском интернет-магазине в итоге обойдется вам от тысячи до двух с половиной тысяч рублей штрафа наказание будет идти по все той же статье 16.3 coap красота конечно требует жертв но жертвовать двумя с половиной тысячами рублями штрафа за копеечный лак пожалуй не стоит алкоголь еда и растения скоропортящиеся продукты растения и семена растений алкогольные и даже безалкогольные напитки а также сам по себе этиловый спирт и пиво лучше покупать в обычных магазинах то же самое касается и сигарет такие товары из китая вам все равно не отдадут и опять таки выпишут штраф от 1000 до двух с половиной тысяч рублей по все той же 16.3 coap а вот если вы заказали алкоголь на сумму больше двухсот пятидесяти тысяч рублей здесь уже вступает в силу другая статья 200.2 ук рф контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий штраф здесь будет составлять от 300 тысяч до миллиона рублей в худшем случае покупателю грозит до 5 лет колонии также более суровое наказание грозит за заказ продуктов на сумму более 400 тысяч рублей при отсутствии обязательной маркировки предусмотренной законодательством согласно статье 171.1 ук рф покупателя в лучшем случае оштрафуют на 400 тысяч рублей в худшем посадят на три года и оштрафуют на 80 тысяч рублей отмычки продажей отмычек занимаются сотни сайтов но в базе расправосудия нашлось только одно дело по которому человек был осужден за продажу отмычек в своем интернет-магазине по третьей части статьи 138 ук рф сегодня часть 3 статьи 138 заменена на отдельную статью 138 .1 наказание штраф в размере 20 тысяч рублей в описанной выше ситуации суд признал отмычки специальными техническими средствами предназначенными для негласного получения информации это редкий случай но в китае их лучше всего не покупать ничего запрещенного ведь вы теперь знаете какие товары находятся в черном списке если же вы сомневаетесь не верьте продавцам интернет-магазинов лучше всего найти товар на оффлайновом магазине и сохранить чек но не привозить из-за границы можно нарваться на проверку багажа и точно также быть наказанным по уголовной статье что касается покупок на алиэкспресс то посылку же отслеживают на рентгене и в момент получения появляются сотрудники полиции это неприятная ситуация в которой очень и очень непросто оправдать себя у вас это получится только в том случае если вам получится доказать тот факт что заказ сделан ошибочно то есть вы хотели заказать просто брелок а вам положили брелок со скрытой камерой этого факта либо нет в описании товара либо продавец перепутал и положил вам другой товар а вот и конкурс и если вы хотите принять участие в сегодняшнем конкурсе и выиграть 500 рублей на телефон или на вебмане то вам нужно быть подписанным на мой канал поставить лайк этому видео и написать в комментариях какой товар вы считаете абсурдным в этой подборке и который по вашему мнению нужно разрешить заказывать без проблем с китая спасибо всем за просмотр этого видео будьте внимательны в своих покупках на алиэкспресс и других китайских магазинах всем пока